Мэнс Физик Всем привет! Вы на канале Мышцы РФ, с вами Андрей Гюрина Зарян и Константин Бубликов. И сегодня мы с Андреем, так сказать, за пару дней до его старта на чемпионате России, покажем вам что? Тренировку пресса в ручной части. Да, будет несколько интересных упражнений, поэтому всем лежебоком на диване просьба у меня смотреть внимательно и, возможно, что-то новое для своих кубиков вы почерпнете. Ну что же, начнем делать, пожалуй, первое упражнение. Да, Андрюха? Начнем. Андрюха, я, тем более, не против. Он немножко сегодня молчаливый, поскольку уже подустал за все это время подготовки. Но, тем не менее, первое упражнение будет у нас базовое и тяжелое. Это подъем ног в ВИСе, да? Оно базовое, мощное, которое дает именно массу кубиков, чтобы они были прям вот как... Глубой кирпич. Да, кирпичами. И вы шли по пляжу, и прежде всего был виден ваш пресс, а потом уже все остальное. Андрюха, давай! Ну что, мальчики и девочки? Главное, чтобы планка не сломалась. Ну что же, вот Андрей уже что-то интересное принес. Десятикилограммовую гантелью и сделаем второй подход с отгощением, чтобы кубики были глубокими. Честно говоря, любитель вот таких вот всяких штук с петлями TRX. И, в частности, люблю изображать что-нибудь на пресс, на данном агрегате. Упражнение, сразу же говорю, немножко нестандартное, в том плане, что включаются мышцы стабилизатора, включаются косые мышцы, межреберные мышцы очень хорошо включаются. Вот. Ну и, в принципе, вообще непривычная нагрузка. Как вариант, можно начинать 10-15 сделать в динамике, а потом на секунды 20-30 сделать планку. То есть задержаться вот в фазе, скажем так, растяжения, вытянуться в струнку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забивается просто... А говорят, еще в Мэнс Физик только качают пресс. Слышишь, не только, ахахахаха. Раз, есть, первая. Вторую ногу, дождик, готово, есть. Колени просто тяни к локтям и таз вверх поднимай немного. Не, колени ближе к локтям прям. Прям подтягивай ноги. Во, да, да, да. Сейчас сам почувствуй. И руки жестко, жестко, жестко. Прямо его. Главное жесткость в корпусе и в руках, ага. Давай, давай, тяни, тяни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все, и встал. Руки, руки, руки. И включаю прям, вдавливаю в него, ага, чтобы врубился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение, мое, можно сказать, любимое, практически авторское. Вот, посмотрел я его в фильме, по-моему, уроки 4, где Тильвеста Сталлона качал пресс, делая уголок, не касаясь тазом скамьи. Нечто схоже, я сейчас буду пытаться изобразить. Но в фильме он очень, так сказать, так высоко таз задирал. Я же стараюсь таз опускать пониже, чтобы пресс лучше натягивался, сокращался. Пробивает очень хорошо, но упражнение не для новичков. И, сразу говорю, для тех, кто так подготовлен. Потому что оно очень тяжелое, но, тем не менее, очень эффективное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так с ними приходится работать с этими физиками, понимаете? Ленивую жопу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень мощная статика, получается, в нижней точке. Когда вы вытягиваетесь, получается, в одну линию. Но, опять-таки, повторюсь, здесь не нужно держать таз очень высоко. Таз держите максимально близко к скамье, но не касаетесь. Тогда будет максимально эффективно, и вы не будете загружать спину. Очень важно, чтобы загружался именно пресс, а не длинные мышцы спины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступим к упражнению с отягощением. Мы будем делать это, соответственно, в суперсете. В суперсете с косыми мышцами. Ребят, данное упражнение, то есть в суперсете, второе, когда я буду скручивание делать с шариком, с мячиком, оно, возможно, расширит вам талию. Если у вас широкая талия, то не нужно ее делать. То есть не делайте в суперсете, делайте просто скручивание. И желательно без веса, без отягощения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не думайте, что мы присяли оттуда. От того, что мы устали, решили просто поваляться. Поваляться-то мы поваляемся, только параллельно мы еще поделаем пресс. Упражнение, скажем так, завершающее. Делается оно по короткой амплитуде, но, тем не менее, очень хорошо заколачивает пресс. И если его делать правильно, с жесткими, скажем так, руками, то оно очень даже эффективно. И вставить его в конец тренировки более чем актуально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом упражнении тоже немаловажно делать правильно, хоть оно и технически не столь сложное. Самое главное, что это прямые жесткие руки, и угол рук и корпуса, он постоянный, он не должен меняться. И очень важно здесь дыхание, то есть как мы дышим. Сокращаем пресс, выдох, натягиваем вдох. То есть натянули, и потом выдохнули. И вот он будет, соответственно, у вас сокращаться. Тогда он будет работать правильно и развиваться. Ну что, Костя решил попробовать новую номинацию на России Мэнс Физик? Ну, естественно, да. И он выходит, Мэнс. Да, да. Усильно качаем пресс, готовимся. А я вам покажу последнее упражнение на зубчатые мышцы. Очень много вопросов просто задают, как я их сделал. Именно вот эти. А он их сделал? Еще один совет вам для того, чтобы сохранить талию. Не ешьте, во-первых, большими порциями, а во-вторых, ешьте раздельно. То есть углеводы с белками раздельно, либо, если вы едите углеводы с белками, то, ну, как я и говорил, небольшими порциями. Нужно прежде всего быть дисциплинированным в этом плане. И дисциплинированной. Не позволять себе чего-то лишнего там, да. Как часто это бывает, я 5 дней в неделю диету держу, а на выходных я отъедаюсь. Такого быть не должно. Если мы диету держим, мы ее держим. Не едим сладкого, минимум мучного, сложные углеводы определенное количество, простые углеводы, да, чтобы тоже с фруктами, с поликами, с витаминами. И побольше белка, чтобы у нас мышцы росли. Ну и жирного все не позволяем. Питаться нужно раз 5-6 в день, да, маленькими порциями, как уже сказал Андрей, чтобы Италия не разрасталась и метаболизм все время у вас работает. На этом мы, наверное, будем прощаться. С вами был Андрей Геннезарян и Константин Бубликов. Всем удачи, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Да. И удачи в качестве. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok